Финалов, канал «Боец», замечательный наш рефери из Перми, товарищ близкий вице-президента Федерации бокса России по Приволженскому округу, Петра Юрьевича Павлова, который, я надеюсь, сейчас тоже или смотрит трансляцию, или находится здесь, он любитель, да, поболеть за команду, приехать и в Милане он был, и, может быть, и в Болгарии, но пока мы не видим здесь на трибунах наших делегатов. Не особо трибуны и показывают, кстати говоря. С сожалению, констатирую, что прошло уже 18 из 20 полуфинальных боев, и ни одного, даже нокдауна мы не увидели. А это значит, что бокс все еще находится в том прежнем безударном положении, если так можно выразиться, в какое он был втиснут всеми этими реформами последних 25-30 лет. Такое-то удивительное сейчас. Хорват продемонстрировал средства защиты. Даже запутал, по-моему, романа. Напомню, что в финал вышли четыре наших бойца, уверенно проведшие поединки. Василий Егоров, боксер из Якутии. Весит до 49 килограммов выступающий. Завтра ждет непростой бой с британцем Хорном. Также в финал вышел Виталий Дунайцев. У него будет очень серьезный соперник. Можно сказать, даже открытие чемпионата Европы Маккормак, британец. Петр Хомуков завтра встречается с Томашем Яблонским. Думаю, шансы есть у нашего бойца. По техничнее он. Но травма, травма рассечения. Правда, не брови, а над виском. Да, в районе височной волосяной части головы. Но, тем не менее, нельзя ничего делать. Нельзя зашить и не успеет, конечно же, срастись. Ну и Женя Тищенко. Как и Виталий Дунайцев, представляющий Белгородскую область. У нас тяжеловес прошел сегодня. Пулево я переживал. Ну, думал, все-таки, как-то, ну, как хозяин турнира, тяжеловес, Пулев получит какую-то некоторую... Преференция. Преференция. Ну, слава богу, с судейством пока все в порядке. Ну, вот дождемся вот конца последних двух боев, полутяжи, и сделаем вывод. Если все в порядке с судейством, то это довольно серьезный шаг вперед для АИБа и для Европейской Федерации бокса. Ну, пока никаких особых нареканий, из-за исключения вот боя грузинского бойца и болгарского Димитрова. Хотя вот все-таки грузин вышел. В итоге справедливость не существовало, но там по ходу боя были, конечно, вопросы. Матар Яронасян, да, представитель Грузии. Казалось бы, предупреждение уже погубило грузина, но боксерские боги все-таки отдали победу, в конце концов, благодаря рассечению Яронасяну. Ну, что ж, справедливо. Харгович был точнее, хотя несколько замедленно так действует, неторопливо. Но другое дело, что Румен вообще не сумел подойти на дистанцию эффективного удара. Поэтому я думаю правильно, что раунд отдали Хорвату. Харгович очень опытный боец, он и в лиге WUSB выступал. В общем, звезда хорватского олимпийского ринга. Опять Румен идет вперед. Харгович так элегантно отошел канатом, и уже вот он в центре ринга. Сразу же пресекает начало атаки Харват. Выбрасывает длинные удары, прямые. И правильно, что по туловищу бьет. Я падаю четыре. Я падаюzemты. Продолжение следует... Продолжение следует... Харвата. В коллекцию тей 날д sorts... как по прочитаны книгу уже для хорговича механистр даже он так вальяжно встал до же принимают удары стоя вот и позволяет себе немножко с дистанции тоже поработать заметила печальную тенденцию практически невидим вот этих боксерских скруток налево вправо до выход с линии выброс из нижней позиции бокового удара но все-таки немножко показал какие-то миленберг да сегодня удивил хорош смысле слова хотя еще раз повторю богаланец уже был серебряным призером ведущего чемпионата европы в минске он хочет стать золотым при да и думаю все шансы голландцы есть все-таки я говорю что очень много ударов принимаются вот стоя и какой-то конечно арсенал боги у боксеров нынешних ну ничего не поделаешь боксу предстоит еще достаточно далекая дорога для того чтобы вернуть себе прежнюю популярность и красоту живет он еще на запасе тех лет да вот этих вот ужасных последних 30 лет нет я имею ввиду на запасе той славы которую он имел олимпийский бок 60-70 годы и просто уважение к этому виду спорта не позволяет зрителю про полностью игнорировать олимпийский ринг но алексей ведь по традиции до сих пор программа олимпийская заканчивается практически финалами боксерского турнира это как бы та самая вишенка на олимпийском торте то есть в китае ты помнишь на финалах новое народу о том и речь в англии вроде бы все было в порядке вот не 2 2 судьи отдают раунд и таким образом бой подравнивается не могу сказать что он был эстетичен но он честно пытался перехватить инициативу несколько раз зацепил произвел впечатление так вот это говорит о том что когда-то бокс был на вершине олимпийских соревнований олимпийской программы и лондон не изменил как бы лучшую сторону того как бы трагического обстоятельства что вот в пекине например боксерский турнир боксер турнир боксеров ну из самых низких посещаемости показал то же невероятно для олимпийского движения современности кругович совсем инициативу завиал да такой как бы которые важны флегматично боксирует думается его титулов и его авторитета достаточно для того чтобы получить прописку в финале не очень красиво вот сай степа уходится если не атаки проваливает но я настолько он умел чтобы делать ставить степы это просто такое инстинктивное движение как вообще выглядит он совсем уклюже на мой взгляд я понимаю что не старты и того хуже но он хотя бы сердцем дерется отдает все что есть чего не скажешь а харговича вот это как бы иллюстрация к тому что сказал довольно такой гнетущее впечатление производит этот бой и рассечение 5 5 рассечение когда такое было что случилось что происходит это говорит о том что бойцы еще не научились как следует боксировать без шлема да но на в минске то не было такого но тоже можно объяснить интенсивность нарастает а умение еще недостаточно согласен согласен точное замечание но 5 рассечения уже слишком и третье рассечение брови далек от души вкладывается мистер мистер точнее говоря но лучше лучше харгович как мне кажется но уж извините меня за такой эстетизм но мистер достойней победы потому что он ее хочет и ищет до харгович обывает но на совершенно верно такая это как вот судить таких боксеров нему есть критерии я так понимаю что должны оцениваться действия атакующего буквально рома страница рогович дерется но не знаю это тот бой когда я приму любое решение судей и в ту не удивишься если румына румына дадут да но меня удивлюсь если и хорвату и туда и сюда можно поставить принц игра игра была равна вспомнишь бой вспоминается бой мака тайсона и голота да так равнодушный голота сдерживающий натиск яростного тайсона но недолго правда недолго но вот такой немножко дежурный момент присутствовал ну я думаю скорее правильно чем нет кто-то отдал 10 8 вот это удивительно